Добрый день, дорогие друзья, с вами Виталий Казунов и Артём Дедышко, и мы пробуем играть в кооперативные миссии StarCraft 2 Legacy of the Void. Дело в том, что компания Blizzard решила таки сделать довольно оригинальный режим, приспособленный для одновременной игры сразу двоих игроков, и получилось у них довольно неплохо. Мы выбираем какого-нибудь героя, под этого героя завязаны специфические способности, юниты, тоже издания, строго определенные, к примеру, у Зергов есть Керриган, у которых свой набор юнитов, и Загара, у которой другой набор юнитов. По мере получения новых уровней, они получают новые способности, в том числе как сама Керриган, так и её любимые всякие зерлинги и гидролизки. Таким образом, получается, что с каждым новым уровнем армия усиливается, получается больше возможностей, и можно штурмовать более высокие уровни сложности. Ну давай, Артём, начнём с чего-нибудь, ну, более-менее привычного. Ну, привычного, пришествие пустоты. Вот, нужно будет тормозить челноков, не давать им пройти в порталы. Ну давай. Ты сегодня просто сыну решил впервые в жизни показать Звёздные войны. Ну как ему хоть? Ну, нравится. Очень, да и мне, в общем-то, понравилось. Ну, учитывая бездну времени, которая прошла с момента релиза оригинала, 77-й год всё-таки, я ожидал, что будет смотреться кошмарно. А так не смотрел, и, честно говоря, не понимал, как в 77-м году они смогли сделать это. Настолько классная графика, ну, на тот момент вообще бы казалось фантастикой. Вот, воссоздание всех этих роботов, машинок, животных, инопланетных. Класс. Вот, и сюжет, честно говоря, такой, знаешь, именно развлекательного плана. Куча забавных персонажей, роботы, которые бибикают, обладают своим искусственным интеллектом. Не, Лукас, конечно, придумал классную вселенную и, знаешь, на века. Мне вот очень хочется, чтобы следующая часть тоже была такая, больше индиано-джонсовская. Поменьше пафоса, да, побольше юмора. Ну, посмотрим, что из этого получится. Джей Джей Абрамс, он сумел восстановить веру в Звёздный путь. Ну, посмотрим, сумеет ли он восстановить веру в Звёздные войны. Даже, наверное, в 77-м году и графикой это назвать трудно. Чем-то вот это могли рисовать. Так, значит, целью этой миссии, ну, поскольку мы играем в кооперативе, так, это вот база Артёма, он что-то тут строит, бедные земляне, они вечно что-то всё строят, не терпится им засрать планету, на которой они оказались. Вот зерги поступают более продуманно. Органично вписываются. Органично вписываются в пейзаж, да, ты совершенно прав. Даже в фауну фауну. Так, я овер одного посылаю пастись над одной базой, второго над другой. Почему у них тут логика такая? У них тут по одному предводителю на лёгких юнитов и по одному на тяжёлых. То есть, поэтому у меня Рейнер, он такой весь на стрелков, на пехоту и чуть-чуть на батлкрузеры. А торов у него нету, и вот этих вот очень любимых мною летучих лабораторий тоже нету. Что, конечно, очень разочаровывает, потому что они в связке с теми же там с батлкрузерами очень хороший эффект дают. Так, мне нужна ещё одна база. По крайней мере, против тупого компьютера. Ну, компьютер тут не так уж у туп, знаешь, это мы играем на нормальном уровне сложности, и он тут не сильно-то прессует. Ну, по сравнению с людьми, имею в виду, что против людей, конечно, это не работает. Они знают, кого нужно фокусить. Только в этом плане. А у меня теперь всякие новые фишки. Тут по мере прокачки своего предводителя всякие фишечки появляются. Например, у меня появилась штука, что теперь все только что наняты юниты появляются сразу в той точке в капсулах, типа пролетают. А-а-а, круто. Да, вот такой вот читерный. Так, ну я, в общем-то, уже достроил достаточно всякой дряни. База достаточно аккомплектована. Так что сейчас уже пойду воевать. Ты там как? А, черт, пойду воевать. Что значит, долгое время меня здесь не было. Черт, уже? А что, ты не готов? Ты же уже его ждешь. Ну, я немножко лукавил. Так, я готов к нападению на свою собственную базу. Ну? Так, не, ну, что там? Ну, сейчас подправь, какого-нибудь туда. А, ну да, у меня вот это самое. Обилка и... Попадем значит. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-там-что-то. Что там, что там? то есть полном врожденных тиранов говорят мне сейчас я думаю с первым нападением кэрриган справиться хорошо при поддержке батлкрузера и переона давай без вместе тут постоят подежурит не отправляю на разведку там женщина будет дополнительно задания по выполнять а ну да Да, поэтому надо будет прикрывать там. Так, у меня сейчас зерлинги все накроют там. Все, что на земле находится. Так, ты только не накрывай мои места под второй базой. Так, отлично. Гидралы пошли. Что-то я затормозил с гидралами. Так, о, как мне нравится играть за зергов. Вроде потратил ресурсов копейку, но уже такое стадо бегает. Эффектно? Да. Какое-то стадо, как-то может быть. Это у протозов, ты знаешь, ему все, что есть с голыми штанами выходишь после покупки гидритов. Выходит там три штуки. Здесь тоже, как бутылкрузеров, наймешь уже. Все. Так, блин. Сейчас еще приходят. А, у тебя маринки есть. А если что-то. Помелочи. Так, ну у меня... О-о-о. Отлично. Все. Уже. Чудненько. Так, так, ну я там... У-у-у. Ко мне идет, ребят. А, ну ты отобьешься? Отобьешься? Ну, отобьюсь как-нибудь. Сейчас мои основные, главное, подойдут. Какая у Кэрриганс лучшая способность? Я и не заметил, что у нее такая штука есть. У нее, оказывается, есть возможности. Вот я ее активировал, и переубийство всех вражеских юнитов, они все дают ресурсы. Причем тьму ресурсов. Класс. Это новое что-то появилось? Нет, это было, оказывается. Я эту способность просто ни разу не активировал. Я думал, что это тупость какая-то. А, маленькая незаметная кнопочка. Читайте мануал. Да, да, да. Так, что там, по-моему, сейчас будет, не уезжаю на тебя. Я пока что тут, наверное, построюсь. Я думаю, барону чуть-чуть. Вот почему у зерков нету своих этих самых, лекарей. Было бы очень круто. А эти королевы не лечатся? А черт и знает. Вроде нет. По-моему, немножко лечат. Так, я пойду прикрывать нашу задницу сверху, справа. А ты попробуй, а ты попробуй, да, спасти кораблик. Ой. Извинем. У нас есть врага, который приходит для нашей базы. Стой, фросты. Твоя королева, сделай это быстро. Наши социальные вступают. Угу. Так, ну у тебя там уже гибриды. И это не сильно-то круто. Да, потиху. Так, ну я вот сейчас постараюсь... Ага. Блин. Что ж за звери-то такие? Так, ну у меня все, да. Ситуация, что называется, под контролем. О, можно. Ну а вот, мы получаем. О-о-о. Ну, не любимый. О, что опасно, опасно. О-о-о. Мои любимые апгрейды. Так, ладно. Что-то надо. Так, ты там какую-то базу разворачиваешь, да? хорошо я тогда к центру подойду так чтобы что называется в курсе событий да там наехать захочет шумок была возможность бесконечно апгрейдить юнитов прием так именно как тебе хочется можно было бы из гидрава сделать вообще из зверей тебе нужно играть в казаки 16 уровня апгрейдил башни надоело но это такой бесконечный стауэр дефенс я так понимаю нет и такая игра тивенья я понимаю но именно в tower defense такая из политика когда ты можешь свои зданиям бесконечно апгрейдить 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 а вот что-нибудь хорошее получится так ты остановишь и выглядит я твоя сила как-то не сильно круто моя лавина выглядит круто еще тут они ну ты бы дал мне хотя бы понтану сайта всеми своими миллионами этих заводов пушечек а еще его саду так я перекрою вот этот второй кораблик дабы он не шел так ну мой любимый дорогой зерлинг уже про апгрейдинг до максимума осталось страдать всякой а черт я наверно своем крыде не успею построить даже до конца компании я надеюсь что все до закончится достаточно быстро совсем забыл что здесь можно нужно точнее построить кучу всяких штук так нас атакуют не нас а вас не меня меня уже летят эти корабли они надеются на какую-то не знаю на что они надеются в общем ни один из них не выжил ты кстати помнишь про вот это вот замечательно особенно старкрафта но и вообще blizzard что можно бесконечно долго кликать на каком-нибудь unity и он будет каждый раз выдавать нет не взорвется он будет выдавать новые реплики это да я там уже слышал за протасов ну чё то там было за тамплиеров за высоких которые пытаются угадать твои мысли вот жаль здесь как нельзя в варкрафте третьем это как ну зарабатывать деньги на убийстве инопланетных живёлин которые бегают по этому миру зарабатывать опыт в первую очередь вот если по ним кликать много-много тогда он не взорвется на деле же оказалось немножко иначе но я тоже думал что это будет именно на героев ставка сделала либо что-то типа моба доты то есть с какими-то своими особенностями либо что это будет вот как компания за рик саров тоже парка ну чё там тишь ничего не надо дополнительную цель провожу у меня база тут какой-то кошмар вообще ты что суши меня я даже его убивать днем на куту крузились на оружие ямато есть лишение ты оцени этого демона который пришел к тебе устраивать страшные диверсии взорвал и вот были на ты она может догореть а ты вот этого бедного паренька который единственный пришел ты знаешь его поощрить нужно было как metal gear 5 знаешь там лучших бойцов можно похищать и вербовать чтобы они работали на тебе здесь такого самоубийцу да нужно было бы заставить работать на тебя но это нужно пропускать они могут завербовать кого-нибудь повешу бутыл крузеры просто в небе все но все сейчас посмотрим паруси на заодно заработаем немножко опыта так ну это красиво совсем разобрался сейчас сейчас только еще зерлингов мясо мясом буду устилать землю пока им не надоест как-то что-то другое строй даже как-то лень ультралисков понимаешь ультралисков я не любила в оригинальном старкрафте из-за их неповоротливости яростный вот ты таких лесов все навалили на медики 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 кайф 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 приятно работать вместе с маринадом боишься меня не бойся я добрый это последняя волна до болея но только думал развлечься хорошо давай я беру с правую ты берешь левую почему пишешь что у нас ты чему-то ушло не знаю чудо какое-то когда успели попался так иду так я накрываю правую базу центральную там сошел то я еще по роботу на левую ту же фигту прорвется там просто эти уже какие-то злые они тут все понародились совершим акт возмездия сразу видно человека который совершенно не переживает за судьбы своих солдат а ты прямо вон туда его приземлил до своего демона да не только за свои солдаты за судьбы свои гипериона не переживаю все мясо просто так остановил иду на центр центр еще сидят battlecruiser ему все пофиг мы бутыл круизер просто все вражеской battlecruiser просто имеют не что мою армию не остались рога до копыта так ну чё мы все на все блин как три я честно говоря я пропустил этот момент когда вражины прошли мимо нас и тогда по результатам миссия нам вручают опыт как в любой ролевой игре за опыт мы получаем уровне а по результатам уровней нас наделяют новыми способностями если получается конечно новичок 10 я получил почему значит я не знаю ты прокачался круто я вот не прокачался еще все понятно в общем-то да с этим режимом довольно увлекательны сколько всего миссии вот разнообразных кооперативных они подготовили 5 штук 5 штук мало естественно мало особенно если рассчитывали на то что и данная забава будет пользоваться популярностью потому что 5 миссии раз за разом проходить скучно но они же обещали сделать еще комплекта дополнительных мини-заданий да там история про новую будет про вот этого супер госта и надеюсь что в рамках этой истории нам также отвалит еще кучу кооперативных миссий ну если они будут пользоваться успехом у народа естественно наверное кстати их и патчем будет добавлять а просто что хочу сказать что сейчас если сравнить герои с the storm то starcraft мгновенно находятся игры если хочешь поучаствовать в этом совместном режиме это я обратил внимание до буквально 5-10 секунд ты находишь игру в героев со за storm ты будешь искать игру но минуты три стабильным и может даже 5 что 5 миссии пока людям хватает так ну это не единственный кооперативный режим насколько я понимаю давай покажи пожалуйста артем нам еще один ха ха мы будем сейчас искать с тобой режим архонта никаких у меня карт специфических нету играть за протаса посмотрим все поехали я не знаю что сейчас будет так с нами играют тираны ура так в режиме архона нужно разобраться кто чем в принципе вас пособие направлять а ты уже заказал да ну да а чудес а ты тоже заказал уже подожди то есть мы серьезно управляем любым юнитом каким только можно да то есть все да не знаю зачем я это сделал а ну да и правильно чем я это сделал так так нам по моему будет дико не хватать минералов правильно что даже звездные ворота вроде заказать готова надо еще один пилон это прикольно вообще глупость невероятное конечно ну что еще зелотить будем ну да давай строй тебя товарищ скорее всего тоже такой думает о тонке нужно построить нужно это ядро принято да блин 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 мы его два раза построили уверен точить и отменяю своем эй чувак здорово ну блин дебилизм конечно слушай что-то он такой слишком смелый так дай-ка мне на секунду что творит команда в красных трусах так но он то знает что мы что называется тупим даже я знаю что это нет ничего удивить так слушаем удивительно что мы до сих пор не нашли их базу может и нету вот я вот уже кучу вместо бы облетел вроде как нету не трать денежку давай еще один это самый не ксус построим хочется больше денежки иметь больше золота так ну что ты управляя армия буду развивать базу так как не пойдем ну давай 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 только не ксус нужно поставить сейчас нет же стоит что-то о-о-о нашли где-то пустой там пост на вторник снова ага а ты понял как он быстро бежит блин все мыслили я так понимаю да 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 сша не какие-то сильно быстро тени кажется такие я и думаю что под какой-то наркотой под наркотой понимаю с кем не бывает под наркотой надо же под наркотой такого не видел давно честно говоря ну да ну все слито ну ладно дальше surrender вот если бы вы играли в варкрафт чем уже был бы выкопаться деревьями последние отчаянно вот так уже давай все-таки той раз и которую более-менее оба к умеем играть но я специально выберу три оба не умею попробуем еще разок может быть на этот раз нам не не найдерут по крайней мере так позор на попку попки в данном случае ну да две мыслительные гаммы конечно ты знаешь здесь даже не мышление дело дело в том что даже когда мы договариваемся что один воюет другой строит экономику все равно так или иначе контроль под контроль попадают разные вещи начинаешь развивать дежит именно можешь идти по развитию в одну сторону в это времени нужны совсем другие юниты соответственно нужно координировать свои действия в очень и очень бешеном темпе так что насчет этих самых это ранов ты знаешь ты ими лучше воюешь соответственно я буду так мы против против зергов по против процессов я не знаю я начинаю что такое не надо было заказать вторую пробку нужно было строить сразу фермы да потому что иначе очень быстро закончится ну ладно хорошо тогда не буду не буду тебе мешать каждый раз и своя специфика я как зергоман даже вообще не понимаю что ты сейчас делаешь что и зачем так быстро все это строишь мы против протас это не так страшно прележи в том что здесь нету медиков как нету я на этом прикол здесь нет медиков на теплеере их нету просто общество смысле абсолютно а как же знаменитая связка так подожди связка что за наркоманами он строил вот этих мародеров по моему так ты хочешь наркоманов или мародеров ты определись так мародеры вот они стимпаки и мародеры вот давай строим мародеров и гоним просто толпу вот как перед нами только что надо было бы на медваки тогда короче делался такая ботва вначале еще один построю что ты строишь барак что ему барак ты хорошо но если ты хочешь на ту связку тебе нужны медваки медваки немножко другое ладно неважно это все мелочь жизнь мародеры мародеры пойдет сейчас рванетный а я старую я строю еще один это самый барак не строить и у тебя так три барака уже чем 3 ты потому что сейчас закончится юниты а нам нужна толпа тебе нужно вот это ну еще можно вот это вот тоже бункеры вообще на доктор и ты на стимпаки я это развиваю стимпаки так давай развивайся на на стимпаки хорошо еще что-то подожди уже начинать контролить армию и нам нужно вторая база или нет нет на самом деле я просто смотрю и и боюсь на что-то вмешиваться это больше даже такой режим спектатор и образуется потому что очень боязно что-нибудь испортить да ничего ты не испортишь все так испорчено здесь есть и суши не давать есть не давать и все хорошо мы мало мало развиваемся у нас он есть неким обороняться будет строим мародеров строим 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 газа нет что там все прибежали пацаны а все какой-то при таки триндец какой-то все она завалили причем я не понял как что за как как эти хрени и зовут вообще что архонты нет не архон и а там другие товарищи другие товарищи 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 она посмотрю на реплее я там вот эти именно как их адепты или вот эти которые то новый в новом дополнение появились а то он настроил толпу этих парней и вот толпа вот этих вот парней пришла и нежно взяла нас в оборот видишь вот этих вот товарищей ну да но они быстрее развиваются они какие-то секунды выигрывают в развитии но не так здесь даже не секунды а дело в том что они вот идут тупо вот в один вид юнитов и все и вот это вот вид новых юнитов честно говоря они меня так дезорганизуют какие-то прикольные типа но это учитель и портирующийся ну вот мы оценили с тобой режим архонты принципе режим забавный но опять же да здесь нужно чтобы две стороны умели играть одно и той же раз это получается что я тебе больше мешаю играть за протоса а если я начну играть за зерга то ты будешь больше мешать мне а за получится что один против двоих фактически но можем чисто по фану за зерга сыграть еще я думаю это будет с таким же успехом так мне как мне какой-то портретик выдали реально хаос в головах нужно договариваться через микрофон кто что делает только контролирует и да нужно чтобы два человека четко представляли как развивается одна и та же раса потому что иначе возникает что-то совершенно неописуемое слушай ну давай скрасим впечатление от собственных проигрышей еще одну кооперативную миссию пройдем если ты не против ну ты теперь главное так что давай выбирает миссию которую мы пройдем если ты хочешь чтобы нам не совсем скрасили проигрыш то мы можем выбрать и на ветеране и на ветеране нас немножко нагреет 50 процентный бонус на брутал на брутальная не пойду но насчет слушай кстати здесь а ну да здесь рекомендуется для уровня 7 а брутал максимального и рекомендуется для уровня 15 то есть мы еще маленькие ну я по крайней мере маленький а ты для ветерана уже созрел со всей своей мощью ну давай полетим кооперативные миссии мне понравились режим архон ну да это немножко хаос немножко безумие старкрафт знаешь такая вот та самая игра в которой если наловчился играть одной расой то начиная играть за другую ты совершенно не представляешь что делаешь и совершенно глупые ошибки начинаешь производить это неприятно плюс еще большие слишком изменения по сравнению с первым старкрафтом что-то там вбита в память что говорить по сравнению с первым старкрафтом по сравнению с прошлым отдом даже году мастер-крафт не газа ничего нет и уже есть острое ощущение того что мы что-то не упустили в реке направляет также защищен конечно почти один морпех есть еще чуть-чуть если бы они вот чуть-чуть протупанули вот тогда я бы взял бы тут построился тут развился блин я надеюсь что они ко мне придут все таки я уже есть не скоро больше будете больше это ладно именно укрепление чтобы не сильно-то щелкали а они идут ко мне их морпихи 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 еще больше все все авиация да пардона я думал я не не я же не позволю так же все так уже себе сдохнуть слишком быстро ничего я сейчас я могу сказать тебе то что я скоро будет гипперион так у меня скоро будет кэрриган секунду на секунду и ники беники ну давай красавица давай а все готов победил ты его до вынес не знаю как то он сам просто умер честно я вот даже вызвал гипперион по тупому я даже и не собирался его убивать честно он сам умер и сюда 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 ты меня зовешь или кого я с них нет это я с его кмс и зовут сейчас мы тут по фокусе красиво молодцы не она не не умеет играть друг другу мешает ходить так что не может не радует так что у нас продолжаем разговор на ужин уже к этому времени наверно потиху развиваться дальше так но это уже зам по мою душеньку я так понимаю задумнешься естественно но надеюсь что не сильно там жестко а гигант уступил наружу значит и кто-то отбиваешься нужны совместно так организовать совместно вытянь совместно атаку ну что готов гигантов до секунду я сейчас вылупиться вылупиться зло зло вылупилась все идем идем смелее ой блин капец какой-то что там капец ты же блин под танком стал ну ну я бы больно остаюсь по танкам я ща 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 для этого ребята есть хорошие блин ну 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 давай давай ну ты чтоб там больше да не убили танков смешно все вперед 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 блин и вроде кит апгрейды есть кстати насчет апгрейдов дам не помешает до него мою танка танка фокусе готова готова второй танк так пацан посерьезнее так час одного я выношу медиков медиков так один готов вы порезали всех мы марина отводе их успевай так уничтожаем здесь всю эту дрянь так так но против тиранов да нужно обязательно ультралиски без них без них я очень плохо работаю слушай это походу вражеские медеваки то что у меня внезапно такое открытие шакет походу это не глюк так пошли быстро вперед у тебя есть чем эти дай мне что-то отлично как я их застанет ли быстро нужно и кончать блин невидимок невидимок кончай плен россия реган убьют вот они ну да убитый один морпех остаться у него ровно 1 хп ровно 1 хп вот он герой у меня всех удали на быстро вперед всем вперед все что есть 850 830 тору все мы не успеем мы не успеем все они вынесли одну мою базу какой злой компьютер 1 что ну что счет он чуть не хватает нам виден но бойцы слишком легко на бойцы слишком легко на этом ну заставляют напрягаться я думаю все-таки проблема во мне из-за того что я не совсем прокачан и основная моя сила в данной игре это гидролизки они оказались без апгрейдов соответственно без них очень плохо противостоять свинцу который меня щедро засыпали мы те самые злые тиране ну в принципе есть куда расти есть на чем работать в первую очередь над собой и надо мои дорогой кэрриган так что он будем смотреть дальше на что это будет развиваться по крайней мере час я уже получил новый уровень какие-то анлоки у меня появились и и будем дальнейшем штурмовать новые уровни сложности мне этот дополнительный кооперативный режим очень понравился архон оставил впечатление знаешь такое немножко хаоса этот вполне себе адекватные интересные если что карт мало но дело наживное как говорится ну мне вот не хватает каких-то со сложностями ерунда какая-то получается боец совершенно неинтересно то есть ты играешь в одиночку практически можешь всех порвать там вдвоем ничего делать на ветеране вот мы уже двоем и вот не хватает нам сил рассчитывать на улучшение ну она конечно правильно но по большому счету тут радикальных улучшений в дальнейшем нету только если там до 15 уровня развиваться я думаю это дело именно в мастерстве для мастерства получается какая-то вот слишком большой зазор между бойцом и ветераном режим архонда но тоже тут как бы понятно абсолютно что если люди у которых абсолютно прописаны тактики идеально и сыграны идеально проблем никаких не будет это не не сложнее чем допустим играть в доту где нужно пять игроков должны координации усилия не ну там ты четко можешь управлять только одним своим товарищем а здесь понимаешь когда можно действительно разорвать юниты на части когда один его тащит в одну сторону другое в другую и получается то есть ты вроде бы назначил какое-то действие да например строить барак я в это время перехватываю правление начинаю строить какое-нибудь другое здание ну и получается чехарда то есть у тебя в голове один план развития базы у меня в другой естественно мы как-то его не дублируем на словах и получается да очень совсем другой уровень сыгранности просто там всяких моба специально делают скиллы которые ну связки комбо скиллов где один герой должен что-то одно бросить 2 даже другой бросить те же герои сувза шторм взять там сейчас этот персонаж чугал который тоже нужно управлять вдвоем там например такая белка что первый герой чё бросает бомбу а второй который гол должен эту бомбу под взорвать они должны постоянно действует вдвоем а это одна из главных обилок вот это специально ну как бы заложен такая механика для тех кто способен вот это вот делать то достаточно сыграть тоже если брать по совместным заданиям то мы играем рейнер мы керриган это такие изи персонажи они ближе к привычному starcraft это бусин свон он если была такая миссия в wings of liberty где лазерную установку у тебя стояла ты должен защищать да то все давали под контроль так вот своном когда играешь не вот такая же лазерная установка и он ну постоянно ей фокусе цели совсем немножко другой геймплей то может один игрок засветить цель одним юнитом буквально основных снять с расстояние такого что ничего не могут сделать а допустим например вот этого разум которая за протасов она невидимости постоянно вешает то есть тоже у нее такой не такой топорный геймплей не просто там типа бах вызвать юнита или там волну там каким-то обычными обилкой пользоваться а такой пооригинальный любом случае надеюсь что дорогие друзья вам понравилось starcraft предлагает очень интересный необычный кооперативный опыт для игроков даже повидавших виды игроков немножко они намудрились героями немножко намудрились этой системы развития я честно говоря ожидал что будет примерно то же самое что в варкрафте 3 но тем не менее так получилось очень неплохо по крайней мере интерес держится на том чтобы прокачать персонажи до 15 уровня посмотреть что в итоге из него получится действительно а потом глядишь штука приживется и можно будет дополнять сколько угодно картами и героями в общем-то blizzard умеет хорошо чувствовать верно принятые решения и дальнейшем развивать их вполне может быть что и starcraft а в итоге появится какое-нибудь новое ответвление в виде еще одной условно бесплатной игры от blizzard или в виде еще одного жанра который будет делать все кому не лень ну да а почему нет уже сейчас в общем то можно начинать правда проблема в том что стратегия в реальном времени уже не пользуется большой популярностью у людей так что все хорошо спасибо за внимание пока было приятно до свидания